МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Здравствуйте, дорогие коллеги! Тема нашей сегодняшней лекции – золотое правило и его преломление в политике. СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ Я думаю, все вы знаете, как звучит золотое правило. Но если бы даже и не знали, я думаю, легко бы опознали его. Это может, на мой взгляд, сделать любой человек, который имеет более-менее зрелый опыт жизни и общения. Правило это звучит так. Чего не желай себе, не делай того другим. Или в другой позитивной формулировке – поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы другие поступали по отношению к тебе. Золотое правило – это одно из самых древних нравственных правил. Его формулировку мы находим уже во многих случаях, даже в первых письменных памятниках. Конфуций. Шестой-пятый века до нашей эры. Из его произведения «Луньюй». Цигун спросил, существует ли одно такое слово, которым можно руководствоваться всю жизнь. Учитель ответил, это слово снисхождение. Не делай другим того, ничего не пожелаешь себе. Древнеиндийский памятник Махабхарата, пятый век до нашей эры. Легендарный носитель мудрости Пхишма наставляет перед смертью, цитирую, «Те поступки других, которые человек для себя не желает, что самому неприятно, пусть не делает другим». Будда, шестой-пятый века до нашей эры. Как он получает другого, так пусть поступает и сам. Есть рассказ о юноше, который был готов принять иудаизм, если ему изложат содержание торы столь кратко, чтобы его можно было усвоить, стоя на одной ноге. И вот он ходил от одного мудреца к другому и нигде не мог найти удовлетворительного ответа и нашел, наконец, у закона учителя Гилеля или Хилеля. Это первый век до нашей эры, первый век нашей эры. Самая развернутая, полная формулировка золотого правила, она дана в Нагорной проповеди Иисуса Христа. Вот из Евангелия от Матвея. «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Представлено оно и в исламе золотое правило. В Коране его в таком прямом смысле нету, но есть хадис Мухаммеда. Это подлинный хадис из собрания сочинений Аль-Бухари. Хадис этот звучит так. «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не станет желать своему брату в исламе того же, что желает самому себе». Оно, золотое правило, представлено также и в философских источниках. И не только представлено, но и в ряде случаев оно стало также предметом исследования. Фалес, 7-6 века до нашей эры, на вопрос, какая жизнь самая лучшая и справедливая, он ответил. «Когда мы не делаем того, что осуждаем в других». Августин, 5-4 века. «Закон же любви состоит в том, чтобы человек желал ближнему того же самого добра, какого желает и себе самому, и не желал ему того зла, какого не желает себе». Томас Гоббс, после того, как Томас Гоббс формулировал свои естественные законы, он говорит, «Для того, чтобы никто из людей не мог оправдываться незнанием этих законов, они были резюмированы в одном легком правиле – доступном пониманию и самого неспособного человека». И это правило гласит «Не делай другому того, чего ты не желал бы, чтобы было сделано тебе». И, наконец, я сошлюсь еще на Льва Николаевича Толстого, который много внимания уделял и много усилий предложил для истолкования, обоснования этого правила. «Истины, общие всем людям религии нашего времени, так просты, понятны и близки сердцу каждого человека. Ее практическое правило в том, что человек должен поступать с другими так, как он хочет, чтобы поступали с ним». Если резюмировать все эти разные формулировки, то мы их можем свести к трем. Первое. Чего себе не желаешь, того не делай другим. Второе. Сам не делай того, что осуждаешь в других. И, наконец, третье. Как ты хочешь, чтобы с тобой поступали люди, так и ты поступай с другими. Первое правило – это правило сочувствия, второе правило – это правило автономии, и третье – это правило взаимности. В существенном это все три правила едины. Это просто разные варианты одного и того же. И общее между ними состоит в том, что при принятии решений в сомнительных случаях относительно того, как правильно действовать, человеку необходимо руководствоваться своими представлениями, оценками и желаниями о том, каким он хотел бы видеть отношения между людьми. Вот это, как бы, сердцевина золотого правила. Как так получилось, что это правило у разных мыслителей получило одинаковое звучание? Одну и ту же формулировку. Как так получилось, что в середине первого тысячелетия до нашей эры, еще когда рабство и всякие жестокости в значительной мере были впереди, формулируется правило, которое обладает широким общечеловеческим гуманистическим горизонтом? И, наконец, третий вопрос. Как так получилось, что это правило возникает приблизительно в одно и то же время в разных культурах, которые не имели между собой связи, общения и не влияли друг на друга? Я бы дал такое объяснение. Это связано с элементарностью правила. То есть оно настолько элементарно, что его по-другому и нельзя выразить. Этому надо удивляться не больше, чем тому, что дважды два всегда четыре. Где бы кто бы ни сделал это открытие, другого результата он не получит. Как получилось, что на заре цивилизации возникает правило, обладающее таким широким гуманистическим горизонтом? Дело в том, что источник норм должного поведения заключается в критическом отношении к реально существующим нравам. То есть идеалы возникают не в результате того, что мы как бы проникаем в будущее, прозреваем будущее. А идеалы возникают в результате того, что мы отрицаем некие отношения, которые нас не удовлетворяют. И они в этом смысле формируются от противного. Что касается золотого правила, то оно возникло в противовес той нормативной практике, которая существовала в догосударственном, в доцивилизованном состоянии. В родоплеменных отношениях. Чем характеризовались отношения между людьми при родоплеменной организации жизни? Они характеризовались как минимум двумя особенностями. Первое. Это резкое разделение людей на своих и чужих. И второе. Это коллективная ответственность. Не было индивидуальной персонализированной ответственности. И золотое правило возникает как отрицание, преодоление именно обеих этих особенностей. И если вы попробуете сформулировать правило, которое снимает, во-первых, эту противоположность своих и чужих, и во-вторых, задает вместо коллективной ответственности ответственность индивидуальную, то вы получите именно золотое правило нравственности. Как получилось, что это правило возникает приблизительно в одно и то же время в разных культурах, то, мне кажется, здесь объяснение состоит в понятии севого времени. Это понятие, которое в свое время ввел Карл Ясперс. Речь идет о том, что приблизительно в середине первого тысячелетия до нашей эры в культурах происходит то, что можно назвать открытием человека. Происходит гуманистический поворот. Суть этого поворота состоит в том, что фиксируется своеобразие человеческого бытия и отличие человеческого способа существования от того, как протекают процессы в природе. Возникает понимание того, что человеческие действия отличаются большой свободой выбора. И эти отношения прямо зависят от того, что люди считают правильным и неправильным. Соответственно, этому возникающий мир культуры характеризуется большим разнообразием. И отличается этим от законов природы. Законы природы везде одни и те же. Человек везде подвержен стуже, одинаково испытывает жажду, подвержен болезням и так далее. А их представления о добре и зле разные. А нравы, складывающиеся в результате этих представлений, разные. И тогда возникает вопрос, если действия людей зависят от их представлений о добре и зле, и если в зависимости от этого отношения у людей могут приобретать различный характер, то, какие представления о правильном и должном являются наилучшими, и какие отношения, которые складываются между людьми в результате этих представлений, являются наилучшими. Именно этот вопрос стал перед культурой. И в этом состоял этот гуманистический поворот. И именно этот вопрос стимулировал разнообразные практические и теоретические поиски. Создание государств, законов, систем воспитания, развитие философии, других форм гуманитарной культуры. Это все были разные способы ответа именно на этот вопрос. Создание государств, законов, систем воспитания, развитие философии, других форм гуманитарной культуры. Теперь, что предлагает золотое правило? О чем это правило? Мы говорили, что это одно из самых древних правил. А теперь надо сказать, что это одно из самых важных нравственных правил. Оно настолько важное, что оно вбирает в себе, если хотите, само своеобразие, саму суть нравственности. Если нам надо назвать какое-то правило, которое было бы своего рода синонимом самой нравственности, то это было бы именно это правило. Оно предписывает идеальную модель поведения человека. И модель эта исходит из следующих предпосылок. Первое. Человек является причиной своих поступков. Всему, что делает каждый человек, предшествует его решение сделать это. Второе. Каждый человек стремится к добру. Совершению таких поступков, которые являются по его представлениям наилучшими. Третье. Наилучшие поступки – это такие поступки, которые ценны сами по себе, которые в себе содержат свою награду. И никогда не могут обернуться злом для того, кто их совершил и о которых ему никогда не придется сожалеть. И поступки, поскольку они ценны сами по себе, будут таковыми для всех, кто стремится к добру. Вот эта сумма знаний и таких представлений о человеке заложена в золотом правиле. Оно, золотое правило, предлагает механизм, позволяющий в сомнительных случаях проверить, действительно ли поступки, которые кажутся ценными действующему индивиду, на самом деле являются таковыми. Для этого нужно посмотреть на эти поступки глазами других, тех, на кого они направлены и кого они затрагивают. И механизм золотого правила состоит в том, чтобы мысленно поменяться с другим человеком местами. Поставить себя на его место, а его на свое. То есть золотое правило в этом смысле является родом мысленного эксперимента. Какова степень действенности золотого правила? Прежде всего надо сказать, что золотое правило, как, впрочем, и любое другое правило, не может превратить безнравственного человека в нравственного. Его назначение совершенно в другом. Помочь человеку найти правильное решение в трудных ситуациях. Золотое правило не требование, которое мы предъявляем к другим людям, которое один индивид обращает по отношению к другому. Это требование, которое человек предъявляет к самому себе. И в этой связи хочу обратить внимание, что золотое правило выдержано в двух наклонениях. В повелительном наклонении и в сослагательном, условном наклонении. Сама формула, она как звучит? Поступай. Везде, во всех. Делай, поступай. Это категорическое требование. Это повелительное требование. И вторая часть, как ты хотел бы, как ты желаешь. Это условная часть. Так вот, повелительная часть этой формулы касается поступков самого человека. Сослагательная часть относится к поступкам других. К тому, какими мы себе хотели бы, какими мы себе представляем эти поступки, какими бы мы хотели их видеть. Относительно своих поступков мы можем быть категоричными, безусловными. Что касается поступков других, то мы можем только надеяться, желать и воздействовать на них только своим примером. Это правило имеет дело с реальными желаниями людей, а не формальным мотивом долга. Рассматривает поступки с учетом ближайших последствий. Реакции со стороны тех, на кого они направлены. Со стороны тех, которые остаются в зоне его персональной ответственности. И это не логическая формула, а схема поведения, которая наряду с такими рациональными аргументами реализует также и психологические механизмы воображения, сопереживания, взаимоуподобления. Золотое правило на самом деле – это широко практикуемое правило. Это правило, широко практикуемое нами в нашем повседневном опыте. Вот мы часто говорим – войдите в мое положение. Ну, скажем, когда я как директор принимаю какое-то решение, которое каким-то образом ущемляет работника, и которое, может быть, я сам бы не хотел принимать, но хочу объяснить это, что я могу сказать? Я могу сказать – войдите в мое положение. Правильно? Или поставьте себя на мое место. Это что за логика? Это логика золотого правила. Или, допустим, когда мы хотим упрекнуть кого-то, ну, скажем, взрослые упрекают детей, когда они жестоко обращаются с животными. Что они говорят? А если бы с тобой так поступили, тебе бы понравилось? И это довольно убедительный аргумент. Это аргумент от золотого правила. Или, например, ситуация, которую вот можно схватить с фразой – «А как бы вы поступили на моем месте?» Ну, допустим, я обращаюсь к своему товарищу и говорю – «Слушай, посоветуй, что мне делать? Вот такой-то, такой-то ситуация». А он не хочет мне советовать и в самом деле это твое дело и так далее, но я, тем не менее, прошу его. Ну, и что я скажу? Ну, скажи, ну, как бы ты поступил на моем месте? Роль золотого правила нравственности в политике, она является противоречивой. С одной стороны, золотое правило – это правило автономии. Ведь, собственно говоря, чему учит золотое правило? Золотое правило учит тому, чтобы человек был как бы хозяином, ответственным субъектом своих поступков, своих решений. Чтобы он, принимая решения, руководствовался вот теми соображениями, которые он считает наилучшими. Золотое правило, оно ориентирует человека на индивидуально ответственный способ существования. В этом его смысл. И вот с этой точки зрения, конечно, оно является очень ценным для политики. Ведь политик может иметь разные качества, но совершенно ясно, что для политика необходимо то, что можно назвать решимостью. Способность идти на риск, взять на себя ответственность. Вообще-то говоря, облик политика, человеческий облик политика всегда связан с доблестью. Это одна из основных добродетелей политика. И этим он отличается от чиновника, например. Чиновник что делает? Он прячется за инструкциями. У него, у чиновника, как чиновника на самом деле нет своего лица. А политик наоборот. Это именно человек со своим лицом. И в этом смысле, конечно, золотое правило, оно может быть прямо трансформировано в добродетели политика. Но есть и другая сторона, а именно золотое правило ориентируется на внутреннее убеждение человека, на голос его совести. Золотое правило говорит, что нужно руководствоваться идеальными представлениями. Теми представлениями, которые ты задаешь миру, как человек. А политическая деятельность, она ориентируется на публичный успех. Это совсем уже другая ориентация. Так вот, в политике есть некоторые особенности, которые ограничивают применение в ней критерия золотого правила. Это прежде всего ориентация политики на компромиссы. На согласование разнородных интересов. Это то, что называется реальной политикой. Что политика не стремится ведь к идеальному, она стремится к реально возможному. Другая особенность состоит в том, что политика есть область властных отношений. И это всегда принятие решений от имени других. партии, класса, народа, государства. Вообще власть, насколько я могу судить, и как я для себя понимаю это понятие, это есть принятие решения за другого. Вообще любая власть. И политика в этом смысле является как бы такой высшей формой власти. Когда принимаются решения, которые как бы являются основой гарантии существования безопасности людей в масштабах социума. Она говорит именно от имени больших масс людей. Политика это, в общем-то, государственно ориентированная деятельность. Она руководствуется благом государства. И вот в силу этих особенностей политики, в ней, конечно, всегда неизбежны действия, которые иначе как аморализмом назвать нельзя. То есть там неизбежна жестокость, неизбежно применение насилия, неизбежен обман. И причем это неизбежно не в силу каких-то недостатков или особых таких негативных черт политика. А по существу, поскольку здесь речь идет о благе целого, это может противоречить тому, что является благом в оптике отдельного человека. И открытие аморализма в политике, это было, как известно, величайшая заслуга Никола Маккевилли. Маккевилли говорил, что аморализм входит в арсенал средств успешной политики. Но при этом это не означает, что сама политика является, что называется, грязным делом, что она сама по сути аморальна. Из-за этого не вытекает также, что аморализм является как бы преимущественной доминантой политической деятельности. Но из-за этого вытекает, что аморализм обязательно в политике присутствует. И политик должен быть готов на то, чтобы пойти на действия, которые с моральной точки зрения, и в том числе с его собственной моральной точки зрения, являются недопустимыми. И которые он сам, будь его воля, не будь он поставлен в такие условия, он бы сам бы тоже никогда не совершил. И здесь ключевой вопрос состоит в отчем. Каково может и должно быть отношение политика вот к такого рода аморальным средствам в тех случаях, когда он к ним вынужденно прибегает. А именно, становятся ли политически неизбежные аморальные средства нравственно допустимыми действиями. То есть, меняется ли аморальная сущность этих действий в тех случаях, когда они неизбежно доказанно совершаются во имя блага государства. Для сохранения его целостности, безопасности и так далее. С точки зрения Макиавелли, все-таки аморальные средства остаются аморальными и в тех случаях, когда они являются политически необходимыми. При этом, конечно, установка политика по отношению к аморальным средствам, она является определенной. А именно, минимизировать их. Минимизировать каким образом? С точки зрения Макиавелли, здесь как бы два принципа. Первое, это надо, чтобы они были единичные. Вот, то есть, они должны быть такие, которые всегда можно взять под контроль. И второе, что нужно руководствоваться принципом меньшего зла. Они оправданы только тогда, когда они совершаются для того, чтобы преодолеть большее, еще более как бы разрушительное зло. И вот, для того, чтобы выдержать эту линию на минимизацию аморальных средств политики, необходимо ясно и с открытыми глазами признать наличие непримиримого конфликта между этими двумя формами культуры и между этими двумя формами деятельности. То есть, необходимо ясно признать, что аморальное средство, даже тогда, когда оно совершается во благо государства, остается аморальным средством, совершенно недопустимым с моральной точки зрения. И только вот такая установка может обеспечить минимизацию. Ибо, если, скажем, мы будем подходить к этому вопросу по-другому и считать, что насилие и ложь, если они сделаны во благо целого, уже и не совсем насилие и ложь, а что-то, в общем-то, вполне допустимое, вот, то тем самым как бы поощряется их практическое кулькивирование. Знаете, Альберт Швейцар, человек, имя которого, думаю, вам всем известно, человек, который был тончайшим знатоком морали, и сам исследовал мораль, и практиковал ее, его, вот, его и называют рицарем даже морали, у Альберта Швейцар есть такое высказывание. Гибель культуры происходит вследствие того, что создание этики перепоручается государству. Я думаю, что это преувеличение, конечно. Но и правда в том, что здесь есть значительная доля истины. Создание этики не может перепоручаться государству. Оно не может вообще никому перепоручаться. Это привилегия или прерогатива, привилегия, обязанность самого человека. Вот, пожалуй, на этом я закончу и буду готов ответить на вопросы, если у вас таковые появятся. Действие универсального морального закона в политике тесно связано с такой важной категорией, как общее благо. И какие процессы, на ваш взгляд, имеют место быть, когда служение общему благу перестает быть главной и высшей целью государства? Ну, если служение общему благу перестает быть общей, если перестает это быть целью государства, то государство разрушается, я так понимаю. Оно не может не разрушаться. Другое дело, так сказать, в каком временном отрезке. Дело в том, что современные государства, они по определению, это есть государство, которое внутри себя противоречиво. Там разнородные социальные силы. И государство, оно как бы должно умерить их конфликтность. Оно снять их никогда не может, поскольку это речь идет о конфликте социальных интересов, которые обусловлены самим бытием этих людей. Поскольку речь идет именно о различных социальных группах, о различных классах, кластерах или еще как хотите. И если, скажем, значит, общее благо, как цель государства, каким-то образом исчезает, то тем самым, значит, происходит, ну как вам сказать, вот, крен в какую-то сторону. Тем самым усиливаются социальные конфликты. Тем самым, как сказать, внутри государства возрывает силы, которые не мирятся с этим. Вот, поэтому, именно потому, что общее благо, это все-таки действительно, вы правы, это такая фундаментальная основа государственной политики, то отказ от него, ну это путь гибели, путь гибели. Из золотого правила нравственности логически следуют такие установки, как любовь к ближнему, милосердие, ориентация на другого. И, в принципе, на таких же принципах держится концепция ненасильственной политики. Вы знаете, вы правы, что и в обоих своих утверждениях, и в том, что золотое правило связано с принципом любви, вот, и вы правы, что золотое правило нравственности связано с идеей ненасилия. И, собственно говоря, суть золотого правила и состоит в ненасилии. Но весь вопрос вот в чем. Как я должен любить ближнего? На каких основаниях, на каких началах, исходя из чего? Из того, что он считает для себя благом. Должен я любить ближнего. Но ведь его представления о собственном благе могут быть самые разные, правда? Допустим, человек, который предается удовольствием, избирает такой образ жизни, правда? У него ведь одни представления о том, в чем должна выразиться моя любовь к нему. Или я должен любить ближнего, исходя из моих представлений о благе. Но в таком случае я как бы в форме любви, да, пытаюсь осуществить над ним как минимум патронаж. Ведь мы же знаем, скажем, родители, как могут иногда жестоко искалечить жизнь детей, исходя из своих представлений о том, какими они должны быть. Хоть они их любят, но именно исходя из своих представлений. Ненасилие что означает? Это означает, я не навязываю другому свою волю. И этим самым я выражаю ему уважение. И этим самым я выражаю заботу о нем. Я так действую, вот, ну, не потому что я хочу благо другому, а потому что я себе хочу благо. Вот мое благо в этом состоит. И это является более надежной гарантией такой нравственной чистоты человеческих отношений. Ведь нужно так построить отношения, так как бы сформировать и свое уважение, свою любовь, свое желание позаботиться о другом, чтобы это не стало превращенной формой оказания давления, подчинения его своей воле, чтобы это не стало превращенной формой собственного эгоизма. А как это сделать? Первый такой принцип, который как бы обозначает правильную диспозицию в отношениях между людьми, это заблокировать, наглухо закрыть вот ту дверь, через которую осуществляется подчинение одного человека воле другого. Это насилие и ложь. Вот они должны быть заблокированы. Я ведь вам говорил, в этом смысл золотого правила. Это правило, которое человек к себе обращает. Он ищет правильный способ своего поведения, какое ему принять решение. Но для того, чтобы решить это, он совершает мысленный эксперимент. Он хочет найти такое решение, которое, поскольку оно само по себе правильное, было бы приемлемым и для другого человека. Ну что же, дорогие друзья, спасибо вам за вопросы, интересные вопросы. И с наилучшими пожеланиями до следующих встреч. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...